Почему дети не пошли в садик? Дошкольное учреждение на 120 мест в поселке Шамхал-Термен должно было открыть двери для малышей еще в ноябре прошлого года. Однако сотрудники регионального отделения ОНФ выяснили, что строительные работы на объекте не ведутся. Разобраться в вопросе вместе с активистами ОНФ на место выехали представители администрации города и наша съемочная группа. Слово Лориане Шамхалаевой. В этом двухэтажном здании еще с зимы прошлого года должен был раздаваться детский смех. Однако строительство было заморожено. Причин много, но основное несоответствие техническим нормам. По словам сотрудников городской администрации, тендер на строительство был разыгран еще в 2019 году. И за короткий промежуток времени требования к проектно-сметной документации перестали быть актуальными. Поэтому и процесс затянулся на 7 месяцев. Данный проект был взят из реестры экономически эффективных проектов Минстроя РФ. И он был привязан к местности в 2019 году. То есть сегодня у нас уже, надо говорить, 2022 год, а требования санитарных норм, требования строительных норм, они меняются из года в год. Проблема, она систематическая. Мы с ней сталкиваемся на всех объектах в нашем городе. Это порядка 13 объектов возводимых и уже возведенных объектов. Часть этих проблем связаны с некачественным исполнением инженерных изысканий, инженерно-геодезических. Здесь проектная документация, в которой указана ровная строительная площадка, она не соответствует действительности, потому что здесь имеется естественный уклон в пределах 5 метров. Поэтому там тоже были определенные свои задержки из-за изменения проектной документации и до финансирования в части завоза грунта. Также сталкивались проблемы подтопления подвальных помещений. Опять же мы возвращаемся к исходным данным, то есть изыскания и проектной документации, в которой не были предусмотрены дренажные системы водоотведения из-под фундамента. Тем не менее, к моменту приезда комиссии строители на объекте были. Здесь уже успели заменить подрядную организацию, и теперь работы идут без простоя. По словам ответственных лиц, на сроки реализации повлияли также отсутствие рабочих в период пандемии и подорожание стройматериалов. Определенные проблемы технического характера, в результате чего почти 6-7 месяцев работы фактически не производились на этом объекте. Они были связаны в первую очередь с пандемией, к сожалению, с удорожанием материалов и со всеми вытыкающими оттуда последствиями технического, финансового характера. Поэтому мы сегодня вышли на объект, вы видите, как работы производятся. И могу сказать, это не к приезду Народного фронта, а на самом деле, фактически, работы возобновились в полный ход. И они будут сейчас усиливаться. Ранее установленную крышу строителям приходится разбирать. За момент простоя каркасные балки подгнили. К сожалению, вот до приостановки работ обрещетка, которая была выполнена на кровле, она осталась без соответствующего покрытия и деревянные конструкции потемнели. Мы, согласно всем строительным нормам, мы обязательно должны это все заменить. Вот сейчас идет полностью разбор кровли, и они заново начнут ее собирать из уже как бы нового материала. Сегодня вот приступили к разбивке ограждения. Сегодня вот они приступают, выкопают фундамент, и завтра начнут, завтра уже начнут заливку. Одновременно вот идут работы по установке окон, и сегодня они еще должны выполнить работу, должны начать работу в бригаде электриковой. Специалисты заверили, что работы завершат к 15 июля текущего года. Члены регионального штаба Общероссийского народного фронта обещали держать ситуацию на контроле. Надеемся, что работы опять не затянутся, и дети наконец получат нормальные условия для дошкольного образования. Мне понравилось, что сегодня на данном объекте не просто происходит что-то, а даже соблюдаются нормы трудовой и безопасности строительной. То есть все рабочие в касках, как положено, в форме. И я надеюсь, это связано не только с работой Общероссийского народного фронта, но и с тем, что сами подрядчики решили, что объект надо сдавать и объект надо заканчивать. На сегодняшний день в Махачкале в очереди на зачисление в детские сады числится около 20 тысяч детей. Несмотря на это, строительство пусть даже одного детсада всего на 120 мест в пригороде имеет большое значение. Лориана Шемхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала.